Чтобы как-то защитить растения и животных, которым грозит исчезновение, люди изобрели Красную книгу. В ней каталогизированы все известные их виды, и каждому из них присвоен определенный статус угрозы. Конечно, напрямую это не спасает стоящие на грани вымирания виды, но все равно Красная книга помогает обратить внимание на существующие проблемы. В Советском Союзе первое ее издание было выпущено в 1978 году. Позднее, в 2001 году вышла первая Красная книга России. Она была основана на последнем советском издании, но с учетом всех изменений. А ее объем составлял около 900 страниц. Красная книга получила такое название и такой цвет обложки, потому что у разных народов красный считается цветом опасности. В среднем, международная Красная книга обновляется раз в 7-8 лет. С момента создания ее первой редакции, работа по актуализации информации о статусе охранных видов никогда не прекращается. В разных странах предусмотрено разное наказание за причинение вреда растениям и животным, включенным в Красную книгу. Но в любом случае оно является очень суровым. Статус угрозы для растений и животных, занесенных в Красную книгу, измеряется по шкале от 0 до 5. Угроза снижается, популяция постепенно восстанавливается. В Евросоюзе юридическую силу имеет и общеевропейская Красная книга и локальные ее издания разных стран. Но общеевропейская версия всегда превалирует над локальными. В США Красной книги нет, но есть ее точный аналог – закон об исчезающих видах. Первое международное издание Красной книги вышло в 1963 году. Ее авторы – крупная группа ученых, работали над ним около 15 лет. Законы об охране исчезающих видов есть в разных странах, но именно Красная книга особенно распространена в бывших союзных республиках. Спасибо за просмотр, берегите природу и до новых встреч!